Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Горные аулы уже скоро вновь смогут принять гостей. В подтопленных поселках начато благоустройство улиц. Сочинец взял в заложники собственную дочь. На переговоры с ним накануне ушло 6 часов. В Сочи активизировали борьбу с зарплатами в конвертах. Рейды сейчас проходят по всем районам курорта. Уникальный велопробег «Помоги встать» финишировал в Сочи. Инициатором стал москвич, сын которого чудом остался жив после аварии. Повсюду работает техника. Люди, что называется всем миром, помогают лазаревцам вернуться к прежней жизни. Всего за 10 дней в горных аулах после разгулявшейся стихии проделана колоссальная работа. Река уже вошла в свое русло и проведены работы по предотвращению новых ЧАЭС. Люди тоже практически вернули свои дома в прежний вид. Начинается благоустройство улиц. Горные аулы уже совсем скоро вновь смогут принять гостей. Любителей чистейшего воздуха и тихого комфортного отдыха. Первонаперво силы были брошены на расчистку и восстановление домов и частных подворий. Сейчас приступают к общественным зонам. Впереди еще расчистка администрации Кировского сельского округа. Там около 7 тысяч кубометров крупных камней, ила и бревен, которые выбросило гидроударом на крышу здания. На данный момент в Тахагавшей, Марине, Татьяновке и Алексеевке трудятся порядка 37 единиц техники, 150 сотрудников администрации, 140 сотрудников МЧС, 20 специалистов Кубань-Спаса и 10 из службы спасения Сочи. Ежедневно на месте, где вновь с 4 на 5 июня бушевала стихия, работает первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит. Сейчас идет уже зачистка населенного пункта, образно говоря, дошлифовка. Мы нарезаем кюветы, бурим скважины, ямки под установки столбов. Для того, чтобы восстановить заборы заборов, надо восстановить порядка двух километров. Параллельно идут работы по расчистке русла реки и ручья Нагиши. Этот маленький водоем сейчас углубляют примерно на 3,5 метра. Делают его шире около 5 метров, убирают все, что нанесло последними дождями. Принимаются важные коммунальные решения. Заменены все подводящие линии электропередач на новые. Разделили населенный пункт на два сектора, чтобы электроснабжение было стабильным. В наиболее пострадавшем, скажем, аулит Хагапши мы переносим с помощью, переносят нашей энергетики 205-ю подстанцию, которая все время находилась в зоне подтопления. Перенесут ее на неподтопляемое, незатопляемое место. Это первое. Второе. Мы приняли решение за счет внебюджетных средств сделать новую скважину, потому что дебиты скважин уже не позволяют снабжать населенный пункт в нужном объеме. Эту работу мы завершим где-то в течение полутора, максимум двух месяцев. Люди, оправившиеся от удара стихии, уже планируют, какие деревья будут высаживать в расчищенных садах. На участке работают ребята, очень хорошо работают. С такого, что было. Тут вот посмотреть можно, камни все, завалы. Они меня расчистили. И вообще благодарность великая. В дом вода не зашла, деревья мы заново посадим, какие погибли. И так, наверное, жизнь будет продолжаться. Мурдин Литхуши живет на ровной 28 в ауле Тхагапши. Сегодня от души благодарит всех, кто помогал справиться с последствиями ЧАЭС. Вспоминает, как много было ила в его доме и дворе. Пострадала кухонная бытовая техника. Главное, дом уцелел. В первые часы пришла помощь Пахомов. Приехал сразу, как была возможность. В первые часы пришла и завезли нам продукты. Завезли нам технику, загнали. Вот нас же вычистили весь двор. Спасибо им огромное. Мы благодарим всех, кто нам помог. Аскерт Лив на своем подсобном хозяйстве выращивал форель. Как говорит для себя и своей семьи. Пока к его дому трудно добраться. Мост смыло. Но чтобы помочь справиться с последствиями, добровольцы переходят ручей Нагиш вброд. После того, как все основные работы завершат, уверяют власти города, приступят к восстановлению моста. Причем постараются спроектировать новое сооружение с учетом всех особенностей, чтобы впредь он выдерживал натиск воды. Рыба – это мелочи. Рыба была так. Ну вот по первому этажу вот здесь стекла были в воде. Затопило котельную, кочегарку. Ну вы видите все. Заборы поломало. Ну помощь пришла быстро. Я хочу всем сказать большую благодарность, выразить большую благодарность за помощь, за организацию работ главе нашего местного, главе города Сочи и края. Все делается быстро, добросовестно. На сегодняшний день из четырех населенных пунктов вывезли 11 кубометров ила, порядка 7 тысяч кубометров бревен. В планах завершить все работы уже к концу этой недели. Сучинские единороссы продолжают оказывать помощь и взяли на себя обязательство восстановить заборы в ауле Тхагапш. А это порядка трех миллионов рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. И, кстати, остальные партии помочь пострадавшим от наводнения, пока желание не изъявили. Продолжаем. Сочинца в горах ударила молния. Пострадавшего пришлось эвакуировать спасателям. В отряд МЧС обратилась женщина и сообщила, что во время похода одного из туристов ударила молнией. Группа находится в районе хребта Псяшха. Пострадавший в сознании и с помощью друзей может передвигаться. Сначала к месту происшествия пешком выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения. Позже погодные условия позволили поднять вертолет. Туриста доставили на базу спасотряда в Сочи и передали врачам скорой помощи. Как рассказал пострадавший, молния ударила его в плечо и вышла через ногу. От удара мужчина упал и покатился по склону. Из видимых повреждений у 35-летнего сочинца небольшие ожоги в местах входа и выхода молнии. Для полного обследования он направлен в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сочинца, который взял в заложники собственную дочь. ЧП произошло накануне в Адлерском районе. После длительных переговоров сотрудникам полиции удалось убедить мужчину выйти из дома и отпустить 12-летнюю девочку. Причиной такого поведения стал семейный конфликт. Мужчина выпил, выгнал жену и заперся вместе с 12-летней дочкой в доме Наблинова. Супруга сообщила, что он вел себя агрессивно, угрожал ей и ребенку. И во время конфликта брал в руки нож. На место прибыли руководство УВД, следственно-оперативная группа, психологи и бойцы ОМОНа. Они оцепили прилегающую территорию. В районе была объявлена специальная операция. Полицейские несколько часов ввели переговоры с 35-летним сочинцем. Все это время бойцы ОМОН были готовы в любую минуту штурмовать дом. Но взбудораженного мужчину удалось взять хитростью. Отец заперся, забаррикадировался, приставил нож к горлу своей совершительной дочери и угрожает ей убийством. На какие-либо переговоры шел с трудом. Оценив обстановку, было принято решение вступить с подозреваемым в переговоры, убедить его отказаться от своих намерений. В ходе более чем шестичасовых переговоров удалось убедить злоумышленника отказаться от своих намерений, сложить оружие, выбросить нож. После чего он сдался властям, ребенок был освобожден. Сейчас с мужчиной работают полицейские. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Здоровью девочки ничего не угрожает. Три недели остается до старта грандиозного музыкального события. 6 июля на курорте стартуют всемирные хоровые игры. В Сочи прошла презентация символики, гимна и формы участников певческой олимпиады. Жар птица – символ девятых всемирно-хоровых игр. По мнению представителей российской части оргкомитета, именно этот сказочный персонаж символизирует культурное и этническое многообразие страны, а каждое перо олицетворяет отдельную народность, проживающую в России. Пока символ певческой олимпиады – это только рисунок, но скоро такие же жар птицы, но уже в виде сувениров, разлетятся во все концы мира вместе с участниками и гостями хоровых игр. Песня птицы, разлетится, мир традиций не делят. На запицы возвратится, одна песня, одна земля. Главными событиями 10-дневного певческого марафона станут открытие и закрытие игр, форум Всемирного хорового общества и парад участников. Парад нации, который пройдет 12 июля, и начнется он от Зимнего театра. В 19 часов все представители всех стран пойдут со своими флагами, со своей атрибутикой, в своих национальных костюмах, и парадом пройдем по курортному проспекту, до улицы Паярка, свернем на Несербского, и все вот такой дружной большой компанией мы вольемся на площадь, Южного мола, где будет большой праздничный красивый концерт Всемирных хоровых игр. Церемония открытия и закрытия хоровой олимпиады пройдет в ледом дворце Большой. Как уже известно, в Сочи на игры приедут 283 хора из 36 стран мира. Самая многочисленная делегация из Китая, более 5000 человек, это 100 коллективов. Честь России будут защищать 119 хоров. Для проведения конкурса задействуют 7 площадок. Самая протяженная из них – это улица Новогинская. Там оборудуют три зоны для так называемых дружественных концертов, большинство из которых будут свободны для посещения. И у всех жителей и гостей курорта будет уникальный шанс своими глазами увидеть единственное в своем роде культурное событие. Глава города подчеркнул, подготовка на финишной прямой уже через неделю в Сочи начнут прибывать организаторы и участники. Естественно, что где они будут проживать, они, естественно, там будут гулять. И эта среда должна быть под особым контролем. Значит, управляющие компании на время проведения должны быть переведены в этих зонах просто на режим круглосуточный и убирать все 24 часа. Во время хоровых игр особое внимание безопасности. Но все охранные меры не должны отразиться на настроении гостей и участников, отметил мэр. Такой опыт у Сочи уже есть. Зимние Олимпиады 2014-го. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». В Сочинском водоканале открылся Центр оказания услуг. Это большой зал с 12 рабочими окнами. Новая форма позволит поднять качество обслуживания абонентов на максимально высокий уровень, расскажет Елена Овсецина. Открытие Центра оказания услуг Сочи водоканала состоялось сегодня в торжественной обстановке. Для самого предприятия это шаг вперед. Теперь есть возможность общаться с клиентами на более профессиональном уровне. Это наша программа Евразийского, которая работает и в Ростове, и в Сочи, и на севере Краснодарского края. Чем мы создадим комфортнее условия для людей, тем лучше для людей, тем лучше для предприятия, меньше неприятностей, меньше каких-то взаимных претензий и больше понимания и открытости в нашей работе. Вот это главное, чтобы сделать. Мы же работаем для людей и воду поставляем людям. В последнее время мы реализуем очень много технических и строительных мероприятий. В Адлерском районе мы скоро будем презентовать программу развития водопроводно-канализационного хозяйства. Мы провели ряд глобальных перекладок сети водопровода, провели полную модернизацию Лазаревского водозабора, заменили скважинные насосы, отремонтировали и модернизировали насосную станцию второго подъема, занимались серьезным регулированием давления. Сочи-водоканал – одно из крупнейших коммунальных предприятий города, задача которого – поставлять качественную услугу и при этом работать с клиентом в просторном, удобном и уютном помещении, где не одно окно, а 12. И специалисты компетентные ответят на любой вопрос, касается ли это оплаты за воду или подготовки тех условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Условия очень комфортные, очередь быстро движется, очень хорошо, прекрасное обслуживание. Людям было неудобно ходить по кабинетам, а сегодня это действительно лучшее качество услуг, когда в одном центре пришли, и самое главное – люди это оценивают. Видите, очень им понравилось, потому что, ну что, получили, то есть очередь получили, объявили, подошли, комфортно, кондиционирование. 15 видов услуг, которые здесь собраны, они позволяют человеку очень в короткий промежуток времени получить эту услугу и начинать выполнять уже ту задуманную задачу для своей семьи. Система электронной очереди упорядочивает работу с абонентами. На обслуживание отводится 10-15 минут. Прием ведется без перерыва на обед. И немаловажно, что центр предоставляет парковочные места для посетителей на автомобилях. Подобные локальные центры появятся также в Адлере и в Лазаревском районе. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Уникальный велопробег «Помоги встать!» Москва-Сочи финишировал на курорте «Накануне». Инициатором проекта стал москвич Игорь Бодак, сын которого в 2012 году чудом остался жив после страшной аварии. Теперь Игорь с Никитой путешествуют на велосипеде по стране. Рассказывая свою историю, они привлекают внимание общественности к вопросам детского травматизма и поддерживают ребят с инвалидностью. Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Это сейчас на лице Игоря Бодак и его 14-летнего сына Никиты улыбки. Они с легкостью крутят педали, управляя велосипедом. А еще три года назад отец мальчика об этом мог только мечтать. Ой, больно! На этих кадрах Никита после нескольких операций заново через боль учится ходить. Четыре года назад мальчика сбил поезд, расколов его череп пополам. Разможение головного мозга, три клинических смерти, кома, паралич правой стороны тела, несколько сложнейших операций и длительная реабилитация. Никиту, как говорит отец, спасли уникальные руки российских врачей, которым на Европейской конференции нейрохирурги со всего мира аплодировали стоя. Мы благодарим все русское здравоохранение, которое восстанавливает, спасает нам наших детей и восстанавливает до вот такого очень хорошего состояния. Вся эта история заставила отца мальчика по-другому смотреть на мир. Несколько лет назад он уже потерял жену, едва не лишился сына. Теперь его цель – рассказать другим о том, как нужно любить и беречь друг друга. Так родился проект «Помоги встать». На велосипеде Игорь и Никита проехали от Москвы до Сочи, рассказывая свою историю и привлекая к занятиям спортом, как к одному из методов реабилитации, который так помог Никите, других таких детей. Еще сотни и сотни ребятишек остаются прикованными к постели после полученных травм. Этот проект был на основе вот той боли, чтобы родители никогда не сдавались. Ни за что. Потому что только родители смогут поднять. 18 дней и 10 крупных городов. Историю этого уникального спасения узнали в Москве, Серпухове, Туле, Орле, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске и вот теперь в Сочи. Они более 2000 километров проехали по России. Естественно, в каждом городе их встречали спортсмены, активисты. И мне кажется, если бы таких проектов было больше, то у наших людей было больше возможности заниматься спортом. Кроме совместных велопрогулок, в каждом городе семья Бодок инициировала проведение круглых столов. Говорили о реабилитации детей и профилактике травматизма. «Помоги встать» стал уникальным в своем роде проектом, который дал силы жить и не опускать руки сотням людей. В Сочи открылась территория красоты. На 10-й юбилейной выставке компании «Соут» представлены бьюти-инновации, ювелирные изделия, мода, а также традиционный российский промысел. В гранд-отеле «Жемчужина» проходит и фестиваль народных мастеров и художников России. Инга Габешия с подробностями. «Все для красивой жизни» – таков девиз выставки «Территория красоты-2016». Организаторы отмечают за каждым стендом новинки индустрии красоты и здоровья, а также современные, модные и ювелирные тенденции. Более 150 участников. Действительно, со всей страны. Урал, север нашей страны, южный регион традиционно представлен. Нам очень приятно, что в этом году к нам приехали прибалтийские республики, которые до сих пор посещали только наши ювелирные выставки со своими традиционными янтарными изделиями. В этот раз на выставку они привезли замечательный трикотаж изделия из кожи. Мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов для посетителей – все это до 19 июня. Сегодня же на открытии юбилейной выставки прошел фэшн-показ. Свои достижения в мире моды продемонстрировали компании, специализирующиеся на народном промысле. Это вологодское кружево и украшения от кубачинских мастеров. Продолжатели традиции древнего искусства презентовали еще более утонченные, изысканные и оригинальные работы. Кружево же с 200-летней историей из прикладного искусства сегодня превращается в эксклюзивный модный тренд. Это коклюшечное кружево, которое у нас здесь представлено. Придется оно кружевницами. Мы работаем с модельерами, это как Юдашкин, Зайцев, Ульяна Сергеенко и многие другие. Соответственно, клиенты нашей фабрики – это звезды. Фабрика шагает в ногу со временем и использует уже какие-то современные тенденции в коллекциях одежды. Это молодые художники-дизайнеры, которые с нами сотрудничают. Поэтому каждый найдет в нашей продукции что-то именно для себя. То есть это и более молодого поколения, но и, соответственно, уже более взрослые люди, которые знают этот бренд и у них есть все эти вещи. Представлены на выставке «Соудсочинские» выставки и избранные работы художника Никаса Сафронова. А уже в другой части зала одежда, в том числе из льна, сумки, предметы интерьера, богатые ювелирные коллекции от полюбившихся сочинцам компаний. В рамках «Территория красоты» можно ознакомиться и с различными предложениями по уходу за собой и по здоровому образу жизни. Сразу два выставочных мероприятия «Территория красоты» и фестиваль народных промыслов продлятся под 19 июня в Гранд-отеле «Жемчужина». Инга Габеши, Михаил Лубинин, телекомпания «ФКТ». Центр йоги и аюрведы Рассаяна на выставке «Территория красоты» предлагает ознакомиться с эффективными индийскими методиками для поддержания физического и душевного здоровья. Также на стенде Рассаяна можно приобрести уникальные масла и средства по уходу за кожей и волосами. Отдохнуть от суеты, оправиться от стресса, избавиться от негативных отпечатков на внешности и вернуть духовное равновесие можно с помощью йоги и медицинской системы аюрведы, утверждают специалисты Центра Рассаяна. За более чем пятитысячную историю индийские врачи разработали системы, позволяющие понять конституцию тела. Узнали все о трех флюидах и семи компонентах, а также о мармах, точках на теле. Все эти учения с успехом применяются индийскими специалистами в Центре Аюрведы и Йоги Рассаяна. В том числе это уникальные виды аюрведического массажа, позволяющие повысить ослабленный иммунитет, восстановить физическое и душевное равновесие. Наши тераписты – это индийские специалисты, которые прошли обучение в штате Кералово, в самом известном университете Аюрведы. Те, кто знаком с Аюрведой, понимают, что штат Керала – это жемчужина и основа там, где именно Аюрведа и зародилась. И поэтому мы стараемся отбирать специалистов именно оттуда. Чудодейственный эффект не заставит себя ждать, уверяют специалисты Сочинского центра. Опытные преподаватели помогут освоить асаны и познакомят с различными направлениями йоги. Центр йоги и аюрведы Рассаяна расположен в самом центре Сочи, на улице Новогинская, 3-4А, пятый этаж. Представлены на юбилейной выставке территория красоты и южнокорейские нанотехнологии, позволяющие использовать безинъекционные методики омоложения. Новый для российского рынка продукт сегодня презентовала компания «НаноАзия». Красота и молодость без уколов. То, что это вполне реально, доказали южнокорейские нанотехнологии. Уникальный продукт, а именно запатентованный растительный нанокомплекс, на российском рынке представляет московская компания «НаноАзия». Вот уже полгода, как российские специалисты, уменьшают морщины, отбеливают, уплотняют, увлажняют и улучшают структуру кожи лица с помощью сыворотки, содержащей высокую концентрацию веществ идеальной очистки. В нем находятся натуральные компоненты. Самый главный компонент – это нанопетель. Процедура абсолютно безболезненна. Делается она без инъекций, без уколов, без отеков и без синяков. Биоверетизация и газо-жидкостный пилинг – подготовка лица перед процедурой. Безинъекционная мезотерапия компании «НаноАзия» позволяет увидеть эффект через 30 минут после нанесения. С помощью воздушной кисти наносится препарат. Так как состав низкомолекулярный, всего 4 нанометра, он проникает на глубокие слои и заставляет клетчику работать изнутри. Представительство компании «НаноАзия» откроется на курорте в ближайшее время. Руководство компании готово к переговорам с сочинскими предпринимателями. Телефон 8-985-776-75-01. В Сочи прошел первый российский фестиваль по спортивной аэробике. Соревнование принял стадион «Адлер-Арена». Спортивная аэробика – один из пяти видов гимнастики, в основе которой обычный комплекс упражнений для поддержания физической формы. Но в этом виде спорта все движения должны быть динамичными, демонстрировать гибкость и силу спортсмена, а также его музыкальность и артистизм. На площадке олимпийского объекта «Адлер-Арена» собрались спортсмены разного уровня. Это воспитанники отделений спортивной аэробики из 12 городов России и представители ближнего зарубежья. Есть дети совершенно новички, которые делают только первые шаги в гимнастике, но есть совершенная прослойка, которые уже участвовали в первенстве России и будут между собой соревноваться по-взрослому. Оценивается исполнение, артистичность и сложность, так как во всех международных дисциплинах гимнастики. Одни из сильнейших – представители Новосибирска, Иваново, Владимирска и Ленинградской области, Ханты-Мансийска и команда Донецкой Народной Республики. Три года назад они были призерами чемпионата Европы, проходившего во Франции. В Сочи приехали впервые и с новой программой. Спасибо вам огромное за то, что вы пригласили нас сюда. Конечно, хочется сюда возвращаться вновь и вновь. Очень много участников, все такие безумно яркие, красивые. Это достаточно высокий уровень соревнований, проведения, организации, все класс. У нас фестивальная программа, у нас два упражнения – это аэродэнс и степ. А вот для Сочи эта дисциплина новая. Пока этот вид спорта доступен только в 10-й детско-юношеской спортивной школе, которая и вышла с инициативой провести такой фестиваль. Предложения с удовольствием поддержали в мэрии. Этот фестиваль у нас приурочен к Всероссийскому Олимпийскому дню, который в нашей стране объявлен 18 июня и посвящен он предстоящим играм в Рио-де-Жанейре. Я думаю, что вот этот фестиваль даст толчок. Все жители города Сочи увидят, что у нас есть новый вид спорта. И, мне кажется, дух спортивного такого движения у нас в Сочи присутствует, и они найдут себя уже в новом виде спорта. Программа первого российского фестиваля состояла из индивидуальных выступлений спортсменов, смешанных пар троек и групп. Оценивались упражнения в спортивной части по международным правилам. Что касается фестивальной, то для участников этот пилотный проект стал праздником и возможностью отдохнуть на курорте с мировым именем. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки, ремонта, мебель и предметы интерьера, текстиль, климатическое оборудование и многое другое. Все новости уже на нашем сайте – fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум ДАЛС» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи ДАЛС. Город. Каждый день пробки, суета, встречи, дела. Все. Устал. Мой дом. Каким будет ваш дом? Решать вам. Дача. С любовью для вас. Если у вас ремонт, приходите в бизнес-центр «Грант». Здесь вы найдете эксклюзивные двери ручной работы из массива дуба, входные и межкомнатные двери, керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат. Пластунская, 81. 17 июня в Сочи переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20 днем, плюс 24, плюс 26. Выставка «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров и художников России с участием Никаса Сафронова. С 16 по 19 июня «Жемчужина». Вход свободный. Начался долгожданный сезон скидок на весенне-летнюю коллекцию в торговом центре Мюнхен. 20, 30 и даже 50% на европейскую одежду и обувь, плюс рекомендации по стилю. В торговом центре Мюнхен время выгодных покупок. Летние скидки на коллекцию брендовой одежды и обуви от 20 до 50 прописцев. Мюнхен. Кооперативная 8, переулок Шкиперский 2. Этим летом позволь себе больше стиля.